Субтитры сделал DimaTorzok Ожидает быть крайне интересной Вернее, обещает быть крайне интересной Я ведь знал, но не знал, что настолько Это что? Логично было бы предположить, что это Я ведь знал, что он, типа, силён Но не знал, что настолько Типа это как-то так вот прозвучало Такая скорость даже без энергии Он как будто Совершенная версия Маки Соберись Благодаря ину Маки Гражданских и трансформированных тут нет Надо представить Как я его побеждаю Почему-то мне кажется, что он не хочет его Представить Победу Зайчий побег Я чувствую, что рядом пальцы Сукуны Да что тут происходит В этой Сибуи Он действует инстинктивно Ну на, можно ли сбежать От человека с такой скоростью Да не, он на месте стоит Просто-да просто Просто Это что такое? Это нормально? Это что за сила и это что за скорость, ты же издеваешься? Да ну нахуй, ты серьезно? Ты пандич сраку отожрал. Как нам попасть на пятый подземный? Тоги сказал, что Сатору реально запечатали. Давай поторопимся. Гуджа Тог, гуджи это. Че, в мире других людей больше не существует, что ли? Вдруг прямо сейчас в каком-нибудь закатке кто-то сидит и дрожит от страха. Например, какая-нибудь второкласска или и того младше. Что, если мы ее проглядим? Мы станем соучастниками в преступлении по лишению ее прекрасного будущего. Ну плюс-минус. Да, ты прав. Раз так, то давай живее осмотрим все здание. Каждый этаж, каждый туалет, болван. Блин, скоро у меня закончатся отмазки. И прав, и не прав, потому что, знаете, как это выглядит. То есть, смотрите, у вас есть выбор, да? Либо бросить абсолютно именно все силы, которые имеются. Пусть они там небольшие, большие, неважно какие, да? Любая как бы сила, это помощь, да? Обратно же вспоминаем Наруто. Что все важны и все нужны. Вот. Техника Альянса, да? Тут, если вы будете бегать и пытаться кого-то спасать, это хорошо. Вы спасете одного, другого, третьего, пятого, десятого. Но останутся ли они все равно живы? Будет ли у них какое-то будущее, если вы не сможете именно совладать с остальными, да? То есть, а совладать с остальными вы, по сути, как бы и не сможете, если у вас не будет Сатору. То есть, как бы, если смотреть именно вот в целом, то есть, опишу таким вот образом. То есть, есть человек, который может зарешать, да? Может зарешать. И есть люди, которые могут погибнуть. Какое-то определенное количество. Вот если вы будете их спасать, вы спасете, допустим, там, несколько, остальные же также будут погибать. И при этом у вас нет гарантии на то, ну, гарантии того, что те, кого вы спасете, тоже по итогу останутся живы. Если же вы поведете спасать человека, который способен, как бы, все это прекратить, то умрет какое-то количество людей, вполне вероятно. Но основная масса и основная часть по итогу все-таки выживет. Если у вас получится освободить того, кто это остановит. Он остановит, и какая-то часть людей выживет, и у них реально будет надежда на счастливое где-то какое-то именно будущее. Я это вижу так. Я ни за что не хочу идти вниз. Хочу продолжить шляться где-нибудь здесь. А, ты просто ссышь? Почему? Потому что не хочу сдохнуть. А, ну, туда понял. Тогда все логично. Тогда все логично. Он вроде панда, а на самом деле даже человечнее меня. Но зато, именно потому что он панда, он не знает сибое. И до сих пор не заметил, что мы буквально над пятым этажом. Пойду, посмотрю вон там. Ага, повнимательнее. Потом, наверное, прикинуть, что мы заблудились. Они сумели запечатать Годжо. Тут постоянно приливы сильной энергии. Чтобы я пошел дальше, дурость. Папа. Вы маги из колледжа? Сдавайтесь. Я бы не хотел убивать магов. Панда. За нами еще трое. Думаю, где-то есть еще. Я тоже не хочу, чтобы меня убили. Но и послушаться вас я тоже не могу. Может, расскажете о себе? И подробнее, пожалуйста. Да ебать. Серьезно, блядь? Это что за ван панчмен, блядь? Нельзя с ним затягивать. Надо закончить как можно скорее. Это мое единственное преимущество. Директор, у нас тут проклятые трупы. Вы можете идти. Не могу. Если враг узнает, то сразу же направится сюда. Даже Годжо не может исцелять других с помощью обратной техники. Если бы не ты, Инна и Ииджичи уже были бы мертвы. Все благодаря принятым вами решениям. Если бы я ждала Нанами, то не успела бы. Кому же важно не держать Нанами на телефоне. А ты разве курить не бросила? Да так. Просто вспомнила свои студенческие годы. Эх, я тоже бросал. Надо бы еще раз попробовать. Где-то здесь неподалеку Эйри. Надо взять на себя этот риск. И следить за величиной ущерба. Тогда-то я и выиграю. Выбор у него небольшой. В скорости он не уступает даже Сукуне. Наблюдать не поможет. Важнее подгадать момент. Если ошибусь, то умру. Если ошибусь... ...то умру. ...то умру. ...какой одаренный. Лет в пять-шесть, когда у него проявится магия, могу отдать его вам. Вопрос, конечно, в цене. Если он оследует технику, то за восемь. Если что-то другое, то за семь. Если он оследует, то я дам тебе все десять. Для меня это, конечно, помойка. Но если он одаренный, то переживет. Да и какая разница? Уже никакой. Позаботься о Мэгме. А тебя... То есть он не понимал? Фуши горы. Не Дзеннин, значит. Ну и хорошо. Чего это он вдруг? Ладно, никогда об этом думать. Надо поскорее найти Эйри. Нет. Сначала надо проверить, как там Маки и остальные. Да иди ты, твою ж ты, мать, блядь. Вот, вот, вот оно. Идеальное для меня занятие. Да они заебали, блядь. Сколько вас, нахуй. Когда вы все уже поздыхаете, блядь. Каждую секунду какая-то, блядь, ебанина, нахуй, появляется. Просто-напросто, блядь. Не успеешь, нахуй, с одним где-то как-то сродиться. Другой появляется. Не успеешь с другим. Третий. Не успеешь где-то от третьего убежать. Четвертый, блядь. Потом, хуяк, нахуй, там, четвертого где-то запиздячил. Появляется первый, которого вы вроде как бы уже убили, блядь. Но он снова появляется. Что за нахуй творится? А по поводу Тоджи, я думаю, или как его? Тоджи, Тоджи, да. Я думаю, высказываться именно бессмысленно. То есть, тут и так все на лицо. И ясно и понятно, почему он это сделал, поэтому. Собираешься ему помогать, чтобы вернуть тело господина Гетто? Правильно я понимаю? Нет. Его мотивы и личность мне пока не ясны. Но. Если в мире наступит хаос, то больше всего пострадают обезьяны без магии. Быть сильным – ключевое условие выживания. Обезьяны вымрут, а магов станет больше. Духи начнут пропадать. Именно этого и хотел господин Гетто. Поэтому я ему помогаю. Его тело меня больше не волнует. Важнее, чтобы осуществилась воля. Твой трёп всё только усложняет. По-твоему, мы должны стоять и смотреть, как любимым человеком управляют, словно зомби? История господина Гетто подошла к концу, и я никому не позволю её очернить. Тебе пора уже повзрослеть, Нанако. Повзрослеть, значит? В таком случае нам не о чём говорить! Прошу вас прекратить. Я не думаю, что Сугуру хотел бы, чтобы мы ссорились друг с другом. Вы обе по-своему правы. Согласен. Давайте разделимся. Будем делать то, что считаем нужным. А ты что будешь делать? Я не пойду ни с кем из вас. Как и Мигельчик. Я хотел, чтобы Сугуру стал настоящим королём. Но не забывайте одно. Мы с вами семья. Когда-нибудь мы все соберёмся за одним столом. Уже не все. Я с Мигелем следуем воле господина Гетто. Раз вы из колледжа, то и разговор у нас с вами короткий. Ну что, вы сдаётесь или как? Не переношу нерешительных мужчин. Я панда, так что это не про меня. Я панда, так что я не при делах, как бы. Но зато с ними мы примерно на одном уровне. Всё отлично. Не буду торопиться и потяну время ещё немного. Новая теневая школа. Месяц на вечернем небосклоне. Таков твой ответ. А в том, что они спорили, извините, вот на секундочку до этого момента, когда тот сказал, типа, что вы правы. Это так и есть. Просто кто-то следовал за Гетто именно из понимания его видения, да? И желания добиться того же, чего и он хотел добиться. То есть, именно чтобы мир, в котором жили бы только одни, как бы, маги, да? И чтобы не было проклятых духов. Вот. То есть, кто-то именно был с ним из-за его цели, а кто-то с ним был именно из-за конкретно именно его. То есть, кто-то был в него именно влюблён или уважал его или просто хотел ему помогать, хотел быть рядом. И поэтому у таких вот людей будут расходиться мнения касательно именно того, что кто-то завладел телом Гетто, да? То есть, с одной стороны, если тот, кто завладел телом Гетто, хочет приблизительно практически то же, чего и хочет Гетто, то для тех, кто хотел этого добиться, ничего не изменилось. А для тех, кто был непосредственно именно как бы так сказать, уадушевлен самим человеком, тот понимает, что это уже не тот человек, за которым вы шли, да? За которым вы следовали и что в его теле находится именно кто-то другой. И кто-то другой вам нахуй не нужен. Он нужен был конкретно именно Гетто, да? Поэтому, когда его не стало, то есть, собственно, и смысл какой-то следовать за ним у вас потерялся, да? И, само собой, плюс ко всему, вы считаете, то, что вот то, что с ним происходит на данный момент, это что-то наподобие какого-то осквернения, и вы против этого. Поэтому, как бы, и правы, и те, и те, но вот так вот получилось. В знак благодарности можешь напасть. Если сможешь нанести мне хотя бы один удар, тогда я послушаюсь вас. Для начала могу убить всех, кто сейчас находится в Сибуе. Правда, кроме одного. И это все? Я только начал! Ну, блин, мне нравится смотреть за ним, как он получает от этого удовольствия, да? Ну, то есть, он просто кайфует. Гетто, насколько я силен, если измерять в пальцах суккуны? Ну, в лучшем случае, штук восемь-девять. А я ведь знал. Я всегда это знал. Большое творится. Знаете, я на секундочку установлю. Он так рассуждает, типа, насколько именно вот он силен, да? Вот что-то вот я просто хочу по поводу этого момента высказаться. Одно дело, ну, то есть, вот ты силен, к примеру, типа, там, как восемь пальцев, да? Но почему-то у меня такое ощущение, что сам суккуна даже при наличии, ну, пускай, допустим, пяти пальцев, да? То есть, пять-восемь, вроде бы перевес очевиден, да? То есть, сильнее того, такого восемь. Но здесь у меня такое ощущение, что это так не работает, потому что еще одно дело обладать где-то какой-то силой, другое дело уметь ею пользоваться, да? То есть, в умении где-то как-то именно использовать тот потенциал, который в тебе есть, да? И ту силу, которая у тебя имеется. Это наиважнейший фактор. И в этом случае как бы тот человек, у которого меньше силы, но при этом он более опытен где-то как-то именно в бою и лучше где-то как-то это все использует, да? Вот. Не сильно полагаясь именно на саму силу. То есть, он будет в приоритете. То есть, он, скорее всего, сможет одолеть того, кто сильнее его по силе, но при этом полагается непосредственно именно на силу, а не где-то на какой-то там опыт и на опыт ее использования и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы он просто таким вот образом соображает, но его где-то какие-то вот эти вот предположения совершенно не верны. Да, и плюсом ко всему, господи, сейчас на данный момент у Сакуны гораздо больше пальцев, нежели чем восемь. Вот, как бы перевес практически в два раза, тут вообще никаких абсолютно вариантов. То есть, он к нему и прикоснуться-то нормально не сможет. Вернее, и не мог бы, если бы Сакуны того бы ему не позволил бы и не захотел бы этого. И я еще хотел по поводу чего-то высказаться, но забыл. До этого был какой-то момент, насчет чего я хотел поговорить, но у меня вылетело из головы. Я ждал именно того, пока будет где-то какое-то небольшое затишье, но ладно. Знав, какая между нами разница в силе, но не знал, что настолько... Какая яркая луна. Благодаря ей я отчетливо вижу, насколько ты глуп. Ну же, постарайся, постарайся. Пока мне не надоест, я составлю тебе компанию. Тут очень опасно. Бежим! Куда собрались? Слушайте! Слушайте сюда, проклинателя! Я не знаю почему, но там междоусопчик проклятий. И ситуация буквально слон в посудной лавке! Надо уходить, потому что посуда здесь мы! Максимальный предел! Описание неплохое! Стоять! я теневая школа! Обнаженный мяч! Панда! Бежим отсюда! Стоять! с этого момента всем людям в этом здании запрещено двигаться, пока я не скажу, что можно. А тех, кто нарушит запрет, я само собой убью. Явно кто-то не послушается. Пока еще рано еще рано. Можно! то есть, как это выглядит. Он, ну, для него это как игра. Он, вроде бы, такой своеобразный, где-то какой-то именно ребенок, да, пока у кого-то, проклятие, там есть, что показать, есть, что, ну, как бы, дать, противопоставить где-то как-то, да? То есть, ему любопытно и интересно посмотреть, в общем, как бы, на потенциал, на то, что, на тот способен сравнить где-то как-то именно, да, даже он не хочет сравнить со своими силами, он прекрасно понимает, что он именно сильнее, мощнее, что он в любой момент может разъебать и убить. Но ему просто именно любопытно, а что ж он, типа, попытается предпринять, а что же он сделает? То есть, ему нравится вот это вот, видеть, для него это просто, повторюсь, игра, так же, как он сейчас остановил всех. Ну, видеть, что он сделал? Типа, остановитесь, пока я не скажу. Можно? Погнали. Просто посмотреть, съебется, кто не съебется. Обратно же, игра, просто игра. И за ним интересно наблюдать. Знаете, вот когда, помните, я делал сравнение непосредственно именно по поводу класса превосходства и игры друзей, да? А конкретно именно сравнивал Аяна Коджи и Юича, да? Я говорил, что и тот, и тот крутой персонаж, но за Юича интереснее наблюдать, потому что именно когда он занимается где-то какими-то именно вот манипуляциями, это приносит ему удовольствие, В нем видно, что это ему нравится, то есть он это делает с кайфом, у него есть эмоции, и за таким человеком, которого есть эти эмоции, да, приятно наблюдать, круто наблюдать, а за человеком, у которого эмоции отсутствуют напрочь, да, наблюдать менее интересно, то есть тоже неплохо, но менее интересно, потому что именно где-то что-то подкрепленное именно эмоциями, это круто, и поэтому наблюдать именно за Сукуной интересно, потому что он эмоционален в этом плане, то есть ему нравится, он улыбается, он смеется, ему по кайфу то, что он делает, да, ему по кайфу где-то как-то сражаться, ему по кайфу убивать, и это поэтому смотрится максимально круто, но исходя из того, что для него это вот игра, и ему нравится заниматься чем-то подобным, то есть вот это вот мерение письками, какое-то такое вот своеобразное, я думаю, что ему крайне было бы интересно все-таки, вот это я продолжаю тему, которую я начал в конце прошлой серии, то есть ему, скорее всего, было бы интересно попробовать посражаться с тем, у кого 6 глаз, то есть посражаться против конкретно именно Сатору, я думаю, он бы, ну, для него это было бы в кайф. Уж теперь-то даже Сукуну должно было ранить. А, не, мне кажется, что нет, и ультанул, конечно, но... Я особо-то попал. Почему не используешь территорию? Потому что я знаю, что этим тебя не победить. Ты поэтому проиграл Годжу Сатору. Ты смотри, так еще и войдешь во вкус. Но зато мне наконец-то стало немного интересно. Какая у тебя коронная техника? Это... Огонь! Разве Сукуна обычно не расчленяет и рубит? Неужели? Я думал, что ты знаешь. Хотя, если так подумать, откуда духом знать? Ты не переживай. Я не буду раскрывать тебе суть этой техники. Готовься. Посмотрим, кто из нас сильнее. То есть, он дает ему жить до тех пор, пока тому есть что показать. Готовься. 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 Переhere. dividido. Готовься. Готовься. Ахилл. Готовься. Сила будет расти и дальше. Поэтому ведь ты сделал его предводителем. Когда мы переродимся, мы будем уже не те, кто мы есть. Но я все равно очень надеюсь, что мы с вами когда-нибудь еще встретимся. Потому что как раз мы настоящие люди. Ты чего это? Хотел быть человеком, что ли? А, все, я понял. Ты не хотел сам стать человеком. Тебе просто хотелось быть на месте людей. Я понимаю, но это все равно нелепо. Люди сбиваются в толпы, и духи вслед за ними. Ваша ценность определяется принадлежностью к группе, что на самом деле делает вас только слабее. Тебе надо было жить все на своем пути. Просто так, не заботясь ни о чем, ничего не планируя. Отказавшись от будущего и толпы, пока не добрался бы до Годжа Сатурн. Тебе не хватило голода, который бы толкал тебя к вершине. Может, это действительно так. Но зато... Есть смысл его слова. Ты повеселился. Люди, маги, проклятые духи. Среди всех, с кем я сражался тысячи лет назад, ты сумел выделиться. Гордись. Ты и вправду сильный. Что это такое? Кто знает. Мне такое неведомо. Разрешите вас поприветствовать. Ну, знаете, не просто разъебал, да, а именно... Пусть это как бы и проклятие и так далее, но он... Отдал мне большую дань уважения, что ли? В своем где-то каком-то именно понимании и где-то как-то именно вот поблагодарил, да? Поблагодарил и похвалил. И что-то подобное слышать именно от такого уровня силы, это... Ну... Достойно. Что ли? Великий Сукуна. Кураума, ты? Какая радость вновь встретить вас. 23.07, Даугензака, Сибуя-109. Да что это за фигня такая? Черт! Да подымайся ты уже! Черт, Мак! Эпизод сороковой. Раскаты грома. Не понял, что там в конце произошло. Он все-таки Фушигура разъебал, но не убил. Ну это ладно, это скорее всего будет предвестниками на следующей серии. То есть то, что будет происходить в следующей. Ладно, серия вообще выдалась неплохая. Большую часть времени именно потратили конкретно именно на бой с Сукун, но я максимально не против. И его таким вот образом и такими вот подобными сериями его раскрывают чуть-чуть побольше. Чуть сильнее. Слова по поводу того, что такое слезы ему неведомо, то есть значит никогда он не был подвержен подобным где-то каким-то эмоциям, да? Но именно то, что он думает, его где-то какое-то восприятие там мира вот и всего, да? То есть становится яснее и понятнее, вот, когда смотришь подобные серии. То есть ты больше именно углубляешься где-то как-то именно... То есть больше начинаешь понимать этого персонажа. То, что им движет. Может не совсем понятно именно то конкретно именно чего он хочет, но мне кажется, что у него даже нету конкретной где-то какой-то цели что ли. Ну, то есть он просто, не знаю, я в его словах услышал что-то наподобие того, что тебе просто нужно как бы жить и получать удовольствие. То есть не обращать внимания на тех или на этих, на войну тех или других, не быть причастным к той либо другой. То есть просто как бы вот-вот жить что ли для себя, я не знаю. То есть делать то, что нравится, где-то как-то именно вот двигаться, да? Двигаться именно к чему-то, развиваться, развиваться. То есть что-то в этом плане. И всегда быть голодным в этом плане. То есть именно когда ты голодный, то есть это тебя заставляет еще больше как-то именно вот развиваться. То есть я что-то такое в его где-то какой-то речи понял, а это обратно же вот эта вот его речь, это именно то, как он думает на самом деле. То есть, обратно же повторюсь, это раскрывает его как персонажа, именно его где-то какой-то внутренний мир, да, то есть мы все лучше и лучше его узнаем, и это хорошо, то есть серия выдалась хорошая, в ней хватало как и эпика, так и было чуть-чуть какой-то такой вот эмоциональной что ли составляющей. Но все равно для меня Дублики это как такой своеобразный именно вот ребенок, просто он делает то, что ему хочется, и делает то, что приносит где-то как-то ему удовольствие, и получает как бы кайф, да, вот это вот кайф, удовольствие, вот это вот все, все, что ему и нужно, то есть для него это все, и вся эта вот жизнь, и все вот это вот, это какая-то просто-напросто игра, игра, с которой нужно как бы выжать максимум удовольствия для себя. Что-то вот и такое в нём вижу. Так что да, серия хорошая, серия хорошая. Вот. И, наверное, сказать мне по ней больше больше таки нечего. Поэтому, друзья, наверное, буду заканчивать, буду со всеми вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилась эта реакция. И всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok